Всем привет! Сегодня говорим про ваш любимый Android. Какие дела сейчас? Не успели производители обновиться до Android Pie? Я бы хотел вам назвать цифры, какая статистика сейчас, но её просто нет. Она появится чуть позже, но гарантирую, что это не больше 3-4% от всех Android-версий в мире. Ну так вот, не успели обновиться, как сеть наполнила кучу слухов и утечек про новый Android Q. Сегодня мы его и обсудим. В первую очередь нам интересно узнать о названии операционной системы, сроках выхода, ну и, конечно, о новых фишках и функциях. Насколько нам известно, будет буква Q, это случается каждый раз перед выходом новой версии Android. Какую-то букву Google присваивает своей операционной системе. Полное название сейчас никто не знает, узнаем, когда выйдет релизная версия, либо в конце лета, либо в начале осени. Но пока можно пофантазировать. Ирландская выпечка Kotab, французский пирог Quiche, либо британский десерт Queen of Puddings. Сложно, конечно, звучит после Android Pie и Oreo. Но, в любом случае, выпечек и сладостей на букву Q не так уж и много. Но мой вариант можно использовать Android Crendel. Как звучит и логотип. Вообще красиво. Обычно перед тем, как выпустить новую версию Android, Google намекает, как это будет называться. Либо в своих рекламных роликах, либо в коде приложениях. Но в итоге Google сама всех путает и получается не так, как все думали. Каждый раз это что-то новое. Тема прикольнее, так что не будем гадать. Ну и скорее всего, наверное, мое название все-таки возьмут Crendel, ну или квас, или каша, или казинак. Все четыре отличные вообще. С названием разобрались, давайте теперь поговорим про фишки, какие нас ожидают. В первую очередь, это многооконный обновленный режим, который Google анонсировали в ноябре того года. Называется он Multi Resume, если и сейчас открыто два окна, и, например, мы пальцем крутим в одном, то второе как бы не работает, это по сути скрин, ну видео может показываться, да. То в Android Q будут работать сразу два приложения, это как бы не очень актуально с одной стороны, но с другой все больше приближает нас к тому, что в Android телефонах и планшетах будет многооконный режим, как на десктопах. То есть и папочки открыты, и другие приложения, в общем-то это отлично, и ждем такого, ждем. Вообще об этой функции Google заявили на мероприятии Samsung Developer Conference еще в том году, когда корейцы показали тот самый Galaxy F, его прототип, который нас вскоре ждет, в феврале уже сгибаемый Samsung. И Google как бы прямо сказали то, что Android будет поддерживать сгибаемые устройства и будет адаптировать и перестраивать интерфейс под них. Ну прекрасно. Но вернемся немножечко назад. Первые слухи об Android Q появились еще в ноябре, тогда в Geekbench 4 заметили Pixel 3 XL и Xiaomi Mi 8 SE как раз таки с Android Q. Нам это ни о чем не говорит, но хотя бы букву узнали. Но что еще важнее, специалистам портала XDA где-то удалось раздобыть альфа-версию Android Q для Pixel 3 XL и поставить ее на него такой же как у меня в руках. А значит у нас есть скриншоты, реально то что будет в системе, не какие-то там слухи. Вот что нас ждет, об этом сейчас и поговорим. Не зря они начали обновлять все свои приложения, которые получили темную тему. Это и телефоны, смс и так далее. Плюс Google запустили исследование по тому, как влияет темное изображение на батарею телефона. Хорошие получились результаты, батарею экономит. Правда тема везде темная, а не черная. Так что любителям AMOLED-экранов это конечно на руку не особо сыграет, но хоть как-то. Темная тема будет работать везде. И в настройках, и в уведомлениях, и в всплывающих подсказках. Не надо говорить, что в вашем OnePlus, Huawei, LG и так далее темная тема есть уже несколько лет. Это немного не то. Если она будет на уровне системы, то производителям будет легче в первую очередь. Разработчикам тоже. Плюс есть некоторые намеки на то, что Android Q будет принудительно включать темную тему в тех приложениях, где это не предусмотрено. Неясно как будет работать, но уже неплохо. Второе. Будут переработаны системные разрешения для приложений. То есть вы включаете приложение. Но можно использовать микрофон в фоне? Ты говоришь хренушки? Нельзя. Только когда ваше приложение активное. То есть запустили мы Telegram, FSB записывает вас. Выключили? Не записывают. Это конечно идеально. Вопрос только почему раньше до этого не додумались не понятно. Также можно будет посмотреть статистику использования доступа каждым приложениям. Немного изменится интерфейс отображения выданных разрешений. И еще одна полезная функция — возможность запустить приложение из настроек. Сейчас можно лишь остановить или удалить программу. Ну и в-третьих загадочный дисктопный режим, который находится в настройках для разработчиков. Он пока не активируется и не тестируется. Но в любом случае в аннотациях сказано, что используется он со сторонними мониторами. Это значит, что втыкаем по Type-C монитор и получаем некое подобие ПК как Samsung DeX с поддержкой мышки и с поддержкой клавиатуры. На это будет интересно взглянуть однозначно. Но еще круче это звучит, если представить, что Google скрестит Android и Chrome OS, а предпосылки к этому ведут. Так как сама компания говорит о том, что эти две операционные системы можно было бы как-то объединить. То есть подключаем монитор, получаем полноценную Chrome OS. Звучит еще круче. И представляете Linux-приложение на вашем Android-смартфоне, как вам такое, мои дорогие FreeBSD-шники. Еще несколько нововведений, которые были замечены в Android Q. Это настройка времени отображения всплывающих уведомлений. Это фильтрация контента в приложении файлы. Это фоновая установка приложений, то есть нажали устанавливать, свернули. На весь экран смотреть не нужно. Это отключение всех сенсоров в телефоне. Что будет экономить батарейку в первую очередь, если вам это не нужно в определенное время. Появился экспериментальный режим с размером окон, причем с любым размером окон. Ну и плюс появился флажок в настройках для разработчиков, который отвечает за обои при режиме Always On. Что еще? Скрытое от наших глаз нововведения, это в первую очередь увеличение автономной работы, естественно. Это работа в фоновых процессах, которая оптимизирует благодаря искусственному интеллекту. Ну и в принципе все. Конечно, когда выйдет бета-версия для разработчиков, функций в Android Q будет намного больше. Ну а я жду возвращения трех прекрасных кнопок снизу, потому что полоска эта ужасна. И чтобы в Pixel 3 XL вернуть эти три замечательных кнопки, нужно сильно поизгаляться в терминале и в самой системе. А так хочется. Когда ждать новый Android? Естественно, я говорю про Pixel. Для всех остальных устройств это будет плюс один, плюс два, может быть и плюс три месяца. В прошлом году Android P Google показала для разработчиков уже в марте выпустила первую бета-версию. Вторая вышла в мае на Google I.O. В течение лета было еще три релиза. Ну и наконец финальная версия вышла в начале августа. Тогда и показали Android Pie. Скорее всего выпуск Android Q будет проходить по тому же сценарию. Кстати, бета-версии в том году получали не только Pixel, но и другие смартфоны. Это Nokia, Vivo, Xiaomi, One Plus, Essential и так далее. И учитывая, что Google решает проблему с обновлениями, скорее всего список этот увеличится. Так что вполне возможно, что в марте бета-версию получат и другие смартфоны, а это хорошо. А вот старички Google Nexus тестовой сборки не получают еще с Android Oreo, к сожалению. Учитывая, что Android Q получит десятый порядковый номер, а это юбилейный, нужно ждать что-то особенное. Хотя в слитой версии функций и так немало. Конечно, не революция, но возможно покажут что-то еще. Так что в любом случае ждем первой бета-версии для разработчиков и какой-то информации на Google I.O. в мае. Напишите какая версия Android на вашем телефоне в комментариях. Если у вас iPhone, то просто поставьте лайк и заварите себе наконец уже доширак и насладитесь этим. 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 Пойдет. 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 Пойдет.